Все мы привыкли к тому, что профи-бойцы это монстры, у которых кубики пресса больше, чем бицуха у Шварца, а тело Аполлона должно выдерживать фантастические нагрузки. Конечно, в каждом единоборстве есть свои исключения, которые шокируют основную массу бойцов и заставляют радоваться основную массу зрителей. Такие тигры, как Тайсон Фьюри в боксе, Танк Эббот в ММА, да даже тот же легендарный император Федор Емельяненко, совсем не демонстрировали рабочей массы и кубиков пресса, но отлично отправляли в нокаут своих оппонентов. Приветствую вас прослойки брони на оси на Италии. С вами Федорович, а сегодня мы поговорим про малоизвестного бойца Муай-Тай, который доказал всему миру, а главное всем диванным критикам, что невозможное возможно. За деньги можно купить любую собаку, но не виляние хвостом. А в зале можно накачать любые мышцы, но это не гарантирует чемпионство. Бойца, о котором мы будем сегодня говорить, зовут Патрик Лисецкий. И он человек-пельмень в самом ярком его проявлении. Про него очень мало информации, но он достоин того, чтобы я о нем рассказал. Как вы понимаете по его внешнему виду, сразу видно, что пацан всю жизнь был спортсменом и наверняка имеет парочку чемпионских поясов по пожиранию гамбургеров, пельменей и уничтожению Кока-Колы. Я даже думаю, что у него безлимитный круглосуточный абонемент и директорская скидка в Макдональдс. Но как из любой навозной кучи рано или поздно прорастают прекрасные цветы, так и Патрик в одно прекрасное утро решил поменять свою жизнь. Будучи уже 27-летним слоном, с весом под 160 кило, с везухой беременного бегемота, он переступил порог зала Муай-Тай, несмотря на все смешки, критику и возражения окружающих. И с этого момента его жизнь перевернулась на 180 градусов. Пацан сбросил 40 килограмм и упорными тренировками наработал отличную технику и силу удара. А самое удивительное, что он раскрыл в себе огромный потенциал физухи, благодаря которой вообще не уступал в бою бойцам-качкам. Уже через полтора года тренировок Патрик, имея рост 197 сантиметров, вошел в вес 120 килограмм и решил начать свою профи-карьеру. Конечно, вы должны понимать, что это тяжелая весовая категория, где выступают накаченные монстры. Но пацан принял для себя решение и, как показало время, совершенно правильно. На данный момент у Лисецкого 10 профи-боев и лишь одно поражение. А в этом видео я хочу вам показать его последний поединок за чемпионский пояс WBC Muay Thai против настоящего Терминатора, бойца из Кот-Дивуара, 100-килограммовой гориллы с сухой мышечной массой Оли Ивроланда по прозвищу «Машина», у которого за плечами большой опыт любительского Muay Thai и K1 и 10 побед на профи-ринге. Наслаждайтесь поединком и мотивируйтесь к тренировкам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА